Приветствую вас! Я полагаю, что если вы не можете съехать от своих родителей, то я так полагаю, что необходимо научиться с ними ущеваться, вам необходимо научиться налаживать с ними контакт, необходимо научиться взаимодействовать с ними конструктивно, так, чтобы это было адекватно. Вот, вот. Для чего необходимо, с одной стороны, овладеть навыком бесконфликтного общения, что поможет вам сделать психолог. С другой стороны, вам необходимо разобраться в себе со своими личными границами и, наверное, поработать с вашими ожиданиями, потому что вы пишите, что он не чувствует никакой поддержки от родителей, но с чего вы решили, что эта поддержка должна быть вообще? То есть, вот, почему вы считаете, что поддержка от родителей должна быть, вот. То есть, у них есть право, да, они могут вас поддержать, если захотят, но они также могут вас и не поддерживать. И для меня лично не очень понятно, на чем основывается ваша, ну, ваша такая позиция, что они обязательно должны вас поддерживать. Вот. В целом, ваша мысль, ну, вот, ваша мысль о том, что виноваты оба, она является, ну, конструктивной, в том смысле, что за любую ссору ответственность, конечно же, несут оба человека, это понятно. Вот. Но при этом, речь идет, я бы вел речь, точнее, не о вине, на самом деле, я бы, я бы вел речь, скорее, об ответственности, то есть, об ответственности за конфликт, об ответственности за ссору, я бы вел разговор, вот. И я бы вел разговор о том, зачем вы делаете, ну, скажем так, ну, какие-то действия, да, грубо говоря, ага. Зачем, например, вы подарили подарок, то есть, чего вы ждали, вот. Вы говорите, что вот, они, я подарил подарок, они мне даже спасибо не сказали. То есть, вопрос, где заключается в том, так, а они должны были говорить спасибо? То есть, вот, понимаете, это, это уже вот вопрос, помимо того, что это вопрос ожидания, это еще и вопрос цели. Вот. То есть, это именно цели. Какая у меня цель того, что я делаю? Вот. Что я хочу? Вот. Допустим, вы нуждаетесь в поддержке, ну, в поддержке своих родителей. Как вы, как вы говорите? Допустим, вы действительно нуждаетесь в поддержке. Вот. А можно ли говорить о том, чтобы вам удовлетворить свою потребность поддержки, которая у вас есть и которая, ну, которая, собственно говоря, вполне нормально, ну, вполне нормально удовлетворять? Вот. А можно ли говорить о том, что вам нужно искать способы реализации своей потребности? То есть, искать другие альтернативные способы удовлетворить свою потребность поддержки. Посмотреть, например, почему вам нужна поддержка, почему вам так много значения для вас имеют ваши родители, да? Вот. И так далее. То есть, вы говорите, они лезят мой телефон. Кто мешает вам поставить телефон, как бы, на пароль, да? И лезть они, соответственно, туда не будут. Если вы поставите пароль, никто лезть в телефон к вам просто не смотрит, потому что, ну, не получится. Вот. То есть, это вот такая вот история и, на мой взгляд, вот в этом направлении вам все-таки нужно работать. То есть, определить со всем, что вы хотите вообще, что вам нужно. И отграничить свою ответственность от ответственности родителей. И поработать с ожиданиями. Конечно же, поработать с ожиданиями, потому что ожидание то, что вам очень сильно мешает и очень сильно вредит. Вот. В данном случае ожидания, это то, чего вы ждете от своих родителей, то, чего вы хотите, ну, то, что вы хотите, чтобы они сделали. В частности, ну, в частности, для вас. Ну, вот. И, собственно, вот вы говорите, что, например, они там критикуют мою работу, там, и так далее. Вот. Вот. А это же ведь их право критиковаться. Какое отношение это к вам и к вам имеет, да? То есть, вы не разграничиваете. Такое объяснение, что вы постоянно находите, доходите в постоянной борьбе с ними. Понимаете? Вот. Значит, свой адрес слышит только от нее смешка и унижение по разным поводам. А почему это должно быть по-другому? Ну, вот они такие вот. Они считают, что я должна делать, как они говорят, от своего мнения мне об этом не могут. Кажется, что считают они. Важно, что считают и вы. Они критикуют мою работу, она им не нравится. Должна. То, что предлагают они, не нравится мне, а должно. Опять же, должно нравиться. Они лезут мою личную жизнь. Они не могут лезть вашей личной жизни, если вы ей не позволите, не позволите им этого. Могут быть просто залезть на вас по телефону или почитать мои приписки. Но если вы, если, например, они не знают такого понятия, как личные границы, то, соответственно, они не могли донести и до вас этого понятия. А вы, кстати, по всему, никак этого не отстаиваете. Критикуют мое хобби, увлечения. Опять же, они должны по-другому как-то себя вести. Когда я рассказываю о своих планах, надо мной смеются и говорят, что у меня ничего не получится. Зачем, а зачем вы рассказываете о своих планах? Короче, что без них ничего не дадут в жизни. А вы сами как считаете? Иногда, кажется, что они считают меня своими рабом и воспринимают всё как должно. Но если вы так себя ведёте, то да. Недавно я подарила подарок им. Зачем? Тогда же я спасибо не услышал. Вы подарили подарок, чтобы услышать спасибо или просили, чтобы порадовать. Покрутили в руках, положили, даже не пользуются, а должны. Опять же. Я уже устал терпеть это унижение на отмечках. Так не терпите. Просто перестаньте принимать их на свой счёт. А для чего необходимо понять, чем они вас задевают? Часто стали приступы агрессии и депрессии. Агрессия это защита, а депрессию нужно диагностировать, если у вас депрессия. Недавно сильно поссорились с ними. Виноваты клёбы, не виноваты ответственных. Вот. Я просил прощения. Они восприняли, что, как можно, свои вины не видят. Опять же. Оно должно быть по-другому. Как? Должно быть по-другому. Почему вы считаете, что должно быть иначе? Я хочу сбегать от них, но не могу. В ближайшее время себе это позволю. Часто посвящаются, посвящаются эти дальние мысли. Помогите. У вас, кроме родителей, интересы есть? Друзья, увлечения, глобальные цели. Потому что пока ощущение возникает, что родители вас определяют. Понимаете? Какая штука. Какая штука. Если это так, то неудивительно, что вас посвящаются эти дальние мысли. Нужно ведь иметь свой собственный смысл. Ну, своего сустава. Они делают всё для родителей. Как вы считаете? Ну, как вы сами думаете? На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Band. finite. Надеюсь на немногу видео